Добрый день, уважаемые ульяновцы и гости нашего региона. Сегодня мы вновь поговорим о том, как недостоверная, непроверенная и фейковая информация может спровоцировать настоящую панику. Именно так и произошло на днях, когда в социальной сети ВКонтакте распространилась фейковая информация о том, что несовершеннолетний, десятилетний мальчик якобы подвергся сексуальному насилию, находясь в детском оздоровительном лагере Сосинка, что в Белом Яре. Родители, обеспокоенные этой ситуацией, подняли панику и стали забирать своих детей из детского лагеря. Но при проверке выяснилось, что информация не имеет ничего общего с реальностью. За комментарием мы обратились в Министерство образования Ульяновской области к Носареву Юрию Николаевичу. Все подробности у него. В детском оздоровительном лагере Сосинка, который в Белом Яре расположен, была просто детская шалость двух детей, десятилетних. Из-за печенья или конфет они повздорили. Один из детей зашел в шкаф для одежды и начал кричать, что меня насилуют. Дети из соседней комнаты, может быть, это во время тихого часа было, переговорили, разговаривали с родителями и сказали, что у нас вот здесь ходили. И родители это распространили в сетях. А потом уже средства массовой информации уже написали, что уже ребенка изнасиловали и так далее. Что, конечно, не соответствует действительность абсолютно никак. Значит, мама этого ребеночка была в лагере, выговорил с ребенком, ничего там нет. Ребенок остался в лагере и так далее. Я знаю, что Симбирск-курорт подают в суд на средства массовой информации за клеветую. Это очень, конечно, неприятная ситуация. И хотелось бы обратиться и к родителям, и к средствам массовой информации. Прежде чем вот такую информацию давать, необходимо, конечно, проверять ее. Потому что это репутация лагеря, лагерь достаточно хороший. Там прошло две всероссийские смены. Это самый большой лагерь на территории Ульяновской области. Впервые в этом году принимается с хорошими условиями. Я не думаю, что это был заказной материал. Но в любом случае журналисты должны к такому уровню материала, конечно, проверять. Это можно было без проблем найти в интернете начальника лагеря телефон. Это можно было позвонить и в Министерство образования на телефон прямой линии. И эту информацию узнать. Если мы не знали, то узнали бы буквально в течение получаса. Поэтому вот таким образом в настоящее время отправление в этих оздоровительных лагерях заканчивается. Еще практически осталась неделя. Это порядка 18 лагерей работают. Все идет в штатном режиме, несмотря на некоторые изменения в погоде. Мы думаем, что дети с удовольствием закончат, отдыхают с молниесилами и приступят к получению знаний 1 сентября. — Юрий Николаевич, скажите, если у родителей возникают какие-то вопросы, куда можно им обратиться, позвонить или написать? — Значит, телефон горячей линии я могу сказать 2. Это 43-30-31. Это основной телефон горячей линии 43-30-31. И 43-43-72. Либо зайти на сайт лета73.ру, и там эти телефоны контактные есть. За комментарием по этому неоднозначному случаю мы также обратились в следственное управление Следственного комитета по Ульяновской области. И вот что пояснили нам по этому поводу. Заявлений к нам по случаю не поступало. Со слов руководителя лагеря нам стало известно, что поссорились ребята 10-12 лет из-за хлопьев. В ходе потасовки один из мальчиков начал кричать «насилуют». Это услышали. Девочки постарше и рассказали всем. С вожатыми и руководством лагеря уже проведены беседы. Вожатые все объяснили родителям. Конфликт исчерпан. Уважаемые ульяновцы, возьмите себе за правило, услышав или прочитав что-то шокирующее или неоднозначное, никогда не поддаваться первым эмоциям и не действовать на основе страхов, которые у вас возникли. Первое, что нужно сделать, это получить достоверную проверенную информацию из официальных источников и лишь потом предпринимать какие-то действия. Сейчас хотелось бы обратиться к родителям. Лето продолжается. Позвольте своим детям хорошо провести последние дни этого уходящего лета, набраться сил и здоровья для будущего учебного года. Уважаемые ульяновцы, не поддавайтесь на провокации. Доверяйте только проверенным источникам информации и никогда не паникуйте.